воздух кажется нам таким легким таким невесомым и все-таки у него есть своя плотность свой вес и своя масса мы можем убедиться в этом на опыте поставим герметичную банку на точные весы ее вес сейчас равен 318 целых и две десятых грамма накроем банку колпаком и откачаем из-под него часть воздуха показания весов возросли до значения в 318 целых и девять десятых грамма наблюдаемое увеличение веса банки на семь десятых грамма объясняется действием архимедовой силы которая проявляет себя не только в воде но и в воздухе находясь в воздушной среде банка теряла в своем весе столько сколько весил воздух в ее объеме а когда воздух вокруг банки стал менее плотным архимедова сила уменьшилась оценим плотность воздуха объем банки равен семи десятым литра получается что семь десятых литра воздуха весят не меньше чем семь десятых грамма тогда один литр воздуха весит не меньше 1 грамма во втором опыте положим на весы пустой воздушный шарик его вес вместе с ниткой равен 3 целым 86 сотым грамма надуем шарик и завяжем его объем этого шарика равен примерно 9 литрам значит по данным нашего предыдущего опыта его масса увеличилась не меньше чем на 9 граммов чтобы надутый шарик не заслонял собой индикатор установим на весах пенопластовую стойку выставим показания весов на ноль прикрепим шарик стойки теперь его вес равен 4 целым 46 сотым грамма вес шарика увеличился на 6 десятых грамма заметно меньше чем мы ожидали наблюдаемый эффект объясняется действием архимедовой силы если плотность воздуха внутри и снаружи шарика одна и та же никакого увеличения веса вообще не должно происходить ведь воздух плавает в воздухе и не действует на весы однако резиновая оболочка сдавливает воздух внутри шарика и его плотность увеличивается так что наблюдаемую прибавку в весе дает лишь избыток плотности а сам воздух внутри шарика весит гораздо больше этого избытка до сих пор мы имели дело лишь с приблизительными оценками теперь измерим плотность воздуха более точно приготовим колбу с пробкой резиновой трубкой и прищепкой они весят восемьдесят четыре целых двадцать девять сотых грамма подсоединим колбу к насосу и откачаем из нее часть воздуха зажмем трубку прищепкой и отсоединим колбу от насоса теперь она весит восемьдесят четыре целых семнадцать сотых грамма вес колбы уменьшился на двенадцать сотых грамма именно столько весит откачанный из нее воздух опустим трубку в банку с водой и снимем прищепку вода устремилась внутри колбы и заполнила ее почти целиком значит мы в самом деле откачали из колбы почти весь воздух взвесим колбу вместе с прищепкой и водой она весит сто девяносто два целых и одну десятую грамма а значит вода в колбе весит сто восемь граммов вспомним теперь что воздух который заместила эта вода весил двенадцать сотых грамма для того чтобы найти во сколько раз вода плотнее воздуха нужно разделить сто восемь на двенадцать сотых и получается девятьсот раз по данным наших измерений вода в девятьсот раз плотнее воздуха возьмем девятьсот килограммов воды воздух в таком же объеме будет весить один килограмм мы знаем что кубометр воды весит тысячу килограммов кубометр воздуха по нашим данным весит в девятьсот раз меньше то есть одну целую и одну десятую килограмма более точные измерения показывают что плотность воздуха при комнатной температуре и нормальном атмосферном давлении составляет одну целую две десятых килограмма на кубический метр оценим сколько весит воздух внутри классной комнаты пусть ее объем равен шестидесяти кубическим метрам умножаем на одну целую две десятых и получаем что воздух в классе весит семьдесят два килограмма это уже весьма заметно